всем привет друзья вы на канале домик в селе с вами юлия и мы сегодня продолжаем с вами беседовать я вам расскажу вторую часть нашего пути чтобы заработать на новый дом давайте я сегодня более кратко постараюсь вам все объяснить рассказать нежели в первой части немножко конечно видео затянулось там много раздумий было но я думаю что все равно вам было интересно послушать так давайте приступим я здесь вот буду пользоваться шпаргалкой чтобы ничего не забыть и буду подглядывать в общем остановились мы на том что приняли решение продавать половинку дома и стал продавать начали штудировать рынок недвижимости для того чтобы понять за сколько мы можем продать нашу половину и начали одновременно продавать и подыскивать себе какой-то вариант потому что нужно было естественно найти что-то подешевле вновь чтобы осталась разница для того чтобы погасить кредит в банк хоть какую-то часть вот но нужно было купить жилье побольше естественно по метражу ну чтобы нам все нравилось и в итоге мы начали продажу на авито одновременно подыскивали себе вариант продали я хочу сказать мы быстро для частного дома это вообще замечательно мы продали половинку за пять месяцев покупатели у нас были адекватные молодая пара без детей в общем сделка у нас состоялась все тем временем мы нашли себе вариант то есть у нас сделка была в один день вы и продавали и себе покупали продали мы за миллион триста пятьдесят в то время как купили за семьсот восемьдесят тысяч если вы помните то есть уже да разница какая а купили за 900 тысяч то есть у нас оставалось еще четыреста пятьдесят тысяч денег нужно было из этой суммы оставить на ремонт будущем доме в новом который мы купили да и оставшуюся сумму 300 тысяч погасить то есть мы оставили 150 тысяч на ремонт 300 тысяч гасим банк банк нам все пересчитывает заново то есть проценты пересчитывает и ежемесячно платеж у нас уменьшился уже рад да все сделку у нас состоялась стали мы перевозить вещи один конечно предстояло нам очень много в этом доме в этом доме также не было ни воды ни санузла просто был газ но площадь этого дома была уже 50 квадратных метров не 36 да как в первом случае а уже побольше то есть там было была спальня отдельно небольшая да там была она отдельная зал был кухня была уже большая 14 квадратных метров соответственно мы там сделали из холодной веранды сделали туалет с ванной все утеплили провели туда отопление теплые полы установили сантехнику сделали воду вода уже была централизованная так как колодец был прямо рядом с нашим домом нам конечно в этом плане повезло и получается в черте города эту половинку мы нашли мы не рассматривали на тот момент не села не деревни а именно чтобы это было в черте города хотя не был приятный район экологически не было приятный ну да ладно в общем кредит частично погасили и мы были очень рады и счастливы делали мы ремонт долго в течение двух лет мы там проживали то есть там меняли и полы опять же были в плохом состоянии кухню мы переделывали гарнитур заказывали вот фотографии вам сейчас вставляю вы это все видите то есть как бы дел конечно очень много глобальных мы сделали но все равно конечно были вложения но не такие как в первом доме ну на ошибку учиться да то есть мы были уже более такие опытные и выбирали дом уже прямо так тщательно все смотрели хотя более-менее за эти деньги в общем жили мы счастлива в этом доме благополучно ну чуть более двух лет и опять что-то сидим и думаем что тут как-то нам опять паловато надо бы наверно что-то делать продавать хочется же еще больше да русскому человеку сюда все мало вот и приняли решение вновь продавать эту половинку дома потому что кредит еще был полностью не погашен и хотелось как-то от него полностью избавиться от этого кредита там времени у нас уже появилась машина наша первая шестерка который по сей день служит нам верой и правды очень такая помощница она нам столько всего перевезла в таких вещах помогает нам вообще мы очень рады что у нас есть такая машина помощница ну и все и в общем мы приняли решение продаем а вот что было дальше вы узнаете уже из третьей части моего рассказа подписывайтесь на канал ставьте лайки жмите колокольчик комментируйте спрашивайте если у кого какие вопросы остались я буду рада на них ответить всем рада всем хорошего дня и всем пока а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok